Дорогие друзья, когда я общаюсь с активными христианами в церквах и со служителями церквей, то с удивлением обнаруживаю, что в основном говорят о служении, как эффективно служить, как мощно проповедовать Евангелие, возникает чувство, словно у всех у нас есть в кармане познание Бога. Ну, это не стоящая вещь, не стоящая даже, чтобы об этом говорить. Все мы знаем Господа. Главная задача, как можно более плодоносно проповедовать об этом Боге. Вот почему есть немало больших церквей, эффективных служений, и при этом мы регулярно слышим о падениях и о скандалах, связанных с известными проповедниками и с известными служителями. Почему? Да потому что можно построить большое служение, можно создать большую церковь, но при этом жить далекой жизнью от Бога. Скажешь, а почему церковь большая? Ну, благодаря нашим дарам, нашей харизме. При этом мы точно такие же, как директора или менеджеры успешных предприятий. Познание Бога не прикладывается к нашему служению. Иисус говорил, что мы должны прежде всего искать Царство Божие. Это не то, что у нас в кармане, и об этом даже не стоит говорить. Это самое главное, это основное. Иначе мы просто деятели различных религиозных организаций, во что, к сожалению, вылилось немало христианских служений. Поэтому мы проводим уже не первый год в нашей церкви библейские курсы, куда приезжают желающие не только из Екатеринбурга, но и из других городов. Мы в течение девяти месяцев, с сентября по май, и изучаем Священное Писание, и сами стремимся пережить Господа, переживать Его каждый день. У нас есть и загородные выезды многодневные, где мы практикуем молитву созерцания, или вот эту древнюю христианскую молитву, как называли ее, молитву тишины. И каждый день мы стремимся познавать Его. То есть не только наполняться учениями, наполнять нашу голову знанием, но развивать нашу духовную практику, что, к сожалению, было во многом в наших церквах утеряно. Наши конференции, наши семинары — это просто передача знаний. А где духовная практика? Где духовные упражнения? Где личный духовный опыт? Ведь это самое главное. И Иисус говорил, что все остальное к этому должно прилагаться. Мы не можем дать другим, чего у нас нету самих. Мы не можем людей знакомить с Иисусом Христом, если мы сами Его не знаем. Все, что мы можем, это просто увеличить численность наших религиозных организаций. Только зная Бога, ты можешь делиться этим знанием с другими людьми. Иисус говорил, что «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога». Вот в этом жизнь, не в работе, даже в самой прекрасной, благотворительной, церковной работе, какие-то репцентры, социальная деятельность — это все хорошо, как следствие. Но должен быть центр. И этому центру мы должны уделять больше всего внимания. Это должно быть прежде всего. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте к нам в Екатеринбург в сентябре, где мы проводим наши библейские курсы. Я верю, Бог благословит вас. Мы будем стремиться лично переживать Его, лично познавать Его. Будем знакомиться и со Словом Божьим, и с практикой христианских церквей, духовной практикой, многих великих отцов веры. Как они переживали Его, как они были посвящены вот этим духовным переживаниям. Потому что Бог реален, и общение с Ним — это очень реальная вещь. Приезжайте, будем познавать Его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!